Ну что, думали, альтушка для Скуфа на госуслугах это прикол такой? Добро пожаловать в мир российских политиков! Привет, просветители! Не знаю, что происходит в голове у политиков, которые свято верят, что только они знают, как правильно жить, нам, как и где работать, нам, чем заниматься в свободное время, нам, но, похоже, на прошлой неделе сразу же у нескольких товарищей случилось обострение. Судя по всему, бывает не только весеннее, но и летнее. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Эти господа решили выдать такую дозу концентрированной кринжатины, что пройти мимо было просто невозможно. Если последние полгода доставалось в основном девушкам, а нужно ли женщинам образование? А давайте запретим вот это. А пусть священник выйдет на сцену и расскажет дамам, какие им действительно права нужны. Он явно лучше знает. То вот, на прошлой неделе уже мы, мужчины, получили свой список указивок. Сколько работать? Можно ли заниматься спортом? Сколько должно быть детей? В какие игры можно играть? В общем, целый гайд, как стать настоящим скуфом для самых маленьких. Сегодня предлагаю соединить все это великолепие и, наконец-таки, ответить на вопрос. Кто такие скоморохи? Кто такой настоящий мужик? Депутат Эдишн. А еще нам сегодня с вами нужно определить главную кринжульку этой недели. Сначала посмотрите этот ролик, оцените кандидатов по достоинству, а потом переходите по ссылке в описании в мой телеграм. Там вас уже ждет голосование. Награда должна найти своего владельца. Казалось бы, что годы ведения этого канала должны были меня подготовить уже вот просто ко всему. Ну, серьезно, что мы с вами только не слышали? Какой отборный бред не обсуждали? В прошлом видео мы узнали, что учебник семьеведения советует не особо сильно развивать в мальчиках интеллект и эмоциональность. Нескрепненько. Но чтобы у кого-то дури хватило. Простите, здесь нельзя говорить ума. Именно дури. Заявить, что мужчина, занимающийся спортом и заботящийся о себе, это проблема? Ну, это уже просто новая вершина. Знакомьтесь, автор сего шедевра. Страна должна знать своих героев в лицо. Итак, господа мужчины, приготовьте, пожалуйста, ручку и листочек. Будем записывать. Сейчас Ольга расскажет нам, как быть скуф... Ээээ... Мужиком. Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас смотрят на красоту своего тела. Понятно, что гораздо лучше, когда парни не следят за собой и в 30 выглядят на 50. А в 50 уже в земельке. Нет. Естественно, нам не привыкать к подобному наплевательскому отношению к мужскому здоровью. Да и в жизни. Мужик должен. Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная. Три, четыре, пять... Ольга, а чтобы эти три, четыре, пять росли с отцом, папа здоровым должен быть. А здоровый образ жизни предполагает еще и наличие спорта. И да, отец, который следит за собой, не просиживает штаны у телевизора с банкой пива, а ходит в спортзал, отличный пример для детей. Но вы же, наверное, хотите здоровое поколение. Или вас только количество налогоплательщиков волнует. Может быть, сенатор вспомнит, какой процент населения у нас страдает от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Человек следит за собой, да как он посмел, смотрит на красоту своего тела. Ольга, а вы что, завидуете? Вам посмотреть не дали? Или, может быть, конкуренции опасаетесь? Так тоже можете в спортзал записаться, двери открыты. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. Какой-то парень ваше место на ноготочке отобрал. Это был не я. Итак, пацаны, записали? Никакого спортзала и салонов красоты. Последнее вообще у нас гигантская проблема. Российские же мужчины просто вот поголовно в салонах красоты. Больше, чем женщины. Да-да, не удивляйтесь. Это член Совета Федерации заявила. Ну, она же явно статистика обладает, а не просто... Все, что в голову придет, заявляет. Окей, Ольга, понял. Пузо отращу. Стричься не буду. Ну, а мыться-то можно? Или все-таки не стоит? Что дальше? Я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо. Мужчина должен работать. Он должен приносить деньги в семью. Он должен вспомнить о том, что он должен быть прежде всего кормилец. Дама, извините, пожалуйста, за вопрос, но а кем вы себя возомнили? Просто для человека, придерживающегося традиционных ценностей, в вашей речи слишком много слова «должен». Мужчина как-нибудь сам поймет, кому и что он должен. А еще, уважаемая Ольга, как бы это сейчас вот дико не звучало, но мужчина – это не раб. И чтобы успешно работать и содержать семью, ну, как вы и хотите, мужчина должен отдыхать. У него должно быть хобби. Ну, в идеале. Нет, вторая работа – это не хобби. И еще одна порция секретной информации. Парни, которые ходят в качалку, обычно это делают либо до, либо после работы. Не вместо. Представляете? Можно иметь красивое, потянутое тело, периодически даже зеркало на себя смотреть. Даже стричься иногда. И при этом успешно шагать по карьерной лестнице. Работать 24 на 7 невозможно. Человеку в любом случае нужен отдых. С ума сойти, правда? Вместо того, чтобы только налоги платить и плодиться, смерды еще и о себе думают. И в ситуации, когда алкоголизм и ранняя мужская смертность – огромная проблема для страны и демографии, о которой все так любят рассуждать, додуматься, открыть рот и заявить, что это вы в спортзал ходите? Это просто топчик. Итак, третий пункт для настоящего одобренного государством Скуфа – работать как ломовая лошадь. А женщина тогда вспомнит, что она берегиня, что она должна уметь варить гороховый суп, борщ, жарить котлеты. Каждому человеку было бы неплохо уметь готовить. Ну и да, берегиня, хитриня, разблокировано воспоминания. Она должна уметь посадить вместе с мужем дерево, помочь какой-то огород разбить. Какой огород я должен разбить в Москве? Я не говорю, что мы должны все превратиться в какие-то такие патриархальные возвращаться времена. В России есть все возможности для реализации по самым разным направлениям. Более того, эти традиции из Советского Союза – одна из первых стран, которые ты бесшел. Я сенатор, мне ничего не мешает, я приезжаю в Крым и я вспоминаю о том, что у меня есть сад и огород. Классно. За вас можно только от души порадоваться. У огромного количества людей нет ни сада, ни огорода. Ничего. Только ипотека. Работают, наверное, просто мало. Все в качалке пропадают. Но вернемся к нашему списку. У настоящего мужчины должно быть много детей. Три, четыре, пять. Вот у Кадырова, да? Двенадцать детей ему жена родила. Ну все нормально, все хорошо. Уважаемая Ольга. А вы правда считаете, что финансовые возможности у главы республики и, допустим, у меня, когда я в деревенской школе работал и получал восемнадцать тысяч, одинаковые? Не, ну с другой стороны она сенатор, у нее есть сад и огород. Значит, у других также. Учителю из Вологды сколько ставок нужно взять, чтобы прокормить пятерых детей и берегиню? Нет, согласен, в этой ситуации будет явно не до спорта. Да и за фигурой следить не нужно. У жизни в проголоде есть свои преимущества. Ну, кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей. Для человека, занимающего государственную должность, у Ольги огромные проблемы со статистикой. К интервью надо готовиться. Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка. Понимаете, Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка. Вот серьезно, мне просто хочется орать. Вот просто бездумно орать. У меня мозг болеть начинает. Член Совета Федерации на серьезных щах рассуждает о зайках и лужайках. Скажите, пожалуйста, что это вот уже точно дно. И дальше падать просто некуда. Зачем вам материальная база? Господь даст кусок хлеба. Ольга, а вы работали с детьми, которые голодные приходят в школу? А с детьми, у которых одни ботинки? И на лето, и на осень? Дырявые. Ладно, что-то я разошелся. Записываем. Надеяться на Бога, не думать о будущем. Слава Богу, я не претендую на звание настоящего мужика. А то картина прям страшная вырисовывается. Ну что, мы познакомились с женским взглядом. Пора заглянуть в соседний с Куфи домик и узнать, что по этому поводу думают сами мужчины. Естественно, Виталий Милонов просто не мог остаться в стране. Уж ему-то точно не привыкать указывать другим, как надо жить. Геншин Импакт это фигня полнейшая. Только лузеры играют в Геншин. Все эти Final Fantasy и прочее. Нормальные люди этим не интересуются. Ну, если нормальные люди, по мнению Милонова, не играют, то, наверное, заценить все-таки стоит. Сапоги хорошие. Итак, Геншин и финалку вычеркиваем. А что добавляем? Танки или Смуту? А что смотреть может настоящий Скуф? Большая проблема, что у нас в стране никоим образом не ограничивается эта восточная билиберда. Билиберда вся эта. Аниме, дорамы. Я даже не очень хорошо знаю, как это называется. Не очень хорошо знаю, но уверен, что нужно ограничивать. Настоящая Скуфи-логика. В принципе, для меня супервосточная тема ограничивается Дошираком. Вот серьезно. Доширак. Дальше этого в культурном плане не готов идти. Потому что восточная система и восточная философия абсолютно не вяжется с русской философией. Это все пришло из Японии. Там, где очень такие стрёмные люди живут. Японцы. Они одевают ушки, одевают хвостики какие-то. И пошло-поехало дальше. Не быть как японцы. Ничего необычного. Просто российский политик называет целый народ стрёмным. Главное после этого не забыть следующее интервью дать про нетерпимость и русофобию. И да, ушки и хвостики надевают. Русский язык со стоповым. Надо говорить, что есть придурки, которые на себя нацепили хвосты. Копируют корейцев, которые жрут собак, между прочим. Хотите есть собак? Будьте как корейцы. Южные, конечно. Хотите быть нормальными, красивыми? Будьте как Ким Чен Ын. То есть и Северной Кореи. Продолжаем наш список. Быть как Ким Чен Ын. Не, ну если это идеал, тогда, конечно, понятно, почему спортзал к мужественности отношений не имеет. Количество восточных фильмов не должно превышать 1% от общего числа фильма по закону, потому что они неправдивы, они дают ложную картину, они же очень сильно приукрашивают. То же самое надо запретить турецкие сериалы, потому что турецкие сериалы это билиберда полнейшая, это вранье от начала до конца. Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг, эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно. Не смотреть дорамы и турецкие сериалы. Виталий, а вы тогда зачем весь этот отстой смотрите? Ну, раз вы так уверенно заявляете, что в Турции нет ни одного нормального актера, значит, наверное, хорошая такая уже насмотренность. Ни один десяток сериалов за плечами. Нормальный мужчина, у него должно не хватать рук, чтобы вести своих детей. Это нормальный мужчина. Я не говорю про женщин, я говорю именно про мужиков. Если у мужчины два ребенка и все, он по-своему несчастный человек. Они там с Коветиди сговорились, что ли? У них три какое-то магическое число, после которого счастье начинается. Стоит, конечно, пожалеть Медведева и Путина. Не дотянули по официальной информации. По-своему несчастные люди. По словам Милонова. Так вот, мужчина должен иметь много детей. Только тогда он ощущает себя полноценным мужиком. Ни накаченные ноги руки, ни мускулинная одежда, ни байк, который он купил, не делают его мужиком. Мужиком делают мужика служба в армии и дети. Все остальное некая попытка замены. Поэтому, если у мужчины есть дети, он ощущает себя мужчиной. Это кто сказал? Виталий Милонов? Окей. Ну, если Виталию нужны дети, чтобы почувствовать себя мужчиной, милости просим. Только зачем свои гендерные расстройства другим навязывать? Сейчас обращаюсь к мужчинам, у которых еще нет детей. Вы до сих пор со своим полом так и не определились? Не ощущаете себя мужчиной, да? Скорее, боевым вертолетом, наверное. Окей. Записываем. Минус байк, минус качалка, минус маскулинная одежда. Зато плюс миллион детей и плюс армия. А хороший такой список в итоге нарисовался. Только вот если подумать, у нас идеальным мужчиной Милонов получился. Детей много. Фигура мужественная. Аниме не интересуется. В Геншин не играет. Сериалы не смотрят. Осталось только ответить вот буквально на один вопрос. А альтушки для таких скуфов точно найдутся? Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну и кроме того, там сейчас проходит голосование за главную кринжульку недели. Кто наш победитель? Ольга или Виталий? За кого болеете вы? Обязательно отдавайте свой голос. Мне будет очень интересно узнать, кто же в итоге победит. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов вы найдете именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.